Генсека ООН Пан Гимуна обвинили в получении взятки. Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль. В Белом доме назвали Китай большей угрозой, чем Российская Федерация. Китай в будущем будет гораздо мощнее, чем Россия. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Ротс в интервью телеканалу Аль-Джазира. Китай будет гораздо более мощной страной и гораздо больше позиционируется как соперник США, чем Россия. Вместе с тем Ротс отметил, что, цитата, «Геополитически Россия создает непосредственную угрозу для международного порядка и стабильности в ближайшем будущем». Напоминаем, что ранее сообщалось, что Пентагон не включил Россию в список основных оборонных приоритетов. Журналисты корейского издания Sisa Journal обвинили генерального секретаря ООН и бывшего главу МИД Южной Кореи Пан Гиммуна в получении взятки. Об этом говорится в опубликованной в субботу, 24 декабря, статье по итогам журналистского расследования издания. В материале сообщается, что Пан Гиммун получил в общей сложности 230 тысяч долларов в качестве так называемого подарка от бизнесмена главы компании Тэкванг Пак Йен Чха, когда возглавил Министерство иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи. Первоначальную сумму в размере 200 тысяч долларов предприниматель вручил будущему генсеку ООН 3 мая 2005 года. Это произошло после переговоров, занимавшего должность министра Пан Гиммуна с вьетнамским коллегой, прибывшим в Сеул с визитом. Как уточняет издание, деньги Пак, бывший тогда почетным консулом Вьетнама в Южной Корее, пронес в спортивной сумке. В 2007 году бизнесмен передал Пан Гиммуну еще 30 тысяч долларов. По данным СМИ, в записной книжке бизнесмена дважды указано имя Пан Гиммуна вместе с записями о денежных суммах. Игенсек ООН и бизнесмен уже заявили, что обвинение не соответствует действительности, пообещав подать на журнал в суд. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отказался принимать своего украинского коллегу Владимира Гройсмана из-за поддержки Киевом резолюции Совбеза ООН, которая требует, чтобы Иерусалим прекратил строительство поселений на палестинских территориях. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина, обычно очень дружественно настроенная по отношению к Израилю, проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета безопасности ООН, цитирует информационное агентство израильские СМИ. Напоминаем, что в пятницу 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Позднее Нетаньяху ответил, что не будет ее выполнять. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Совбеза ООН принять резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Израиль потерпел большое поражение в ООН накануне, что сделает гораздо более трудным достижение мира, написал он в своем микроблоге в Твиттер. При этом Трамп отметил, что мир будет установлен в любом случае. Ранее премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что заручился поддержкой команды Трампа в борьбе против резолюции СБ ООН.